Доброе утро всем, у нас дело уже к полдню. 23 марта, изумительная весенняя погода, солнечная. Даже сегодня обещают до плюс 13, а вы не поверите, мы в зимней одежде, потому что когда уезжали из дома, мы, конечно, не захватили более легких вещей. Ну, ничего страшного, как-нибудь справимся. Что у нас из новостей? Спасибо вам большое за вашу помощь, потому что мы получили огромное количество лекарств, которые мы распределяем, в том числе и по детским больницам, и по социальным учреждениям, до хосписа мы не дошли, но у нас, значит, в Вене, как я вам говорила, продолжат оставаться 20 инвалидов-соцработников, в том числе онкобольные. И, конечно, брать с таких людей, хотя нам собирают, вы не поверите, вот такие люди собирают пенсионеры деньги, чтобы мы могли, как бы, круговорот денег, и купить еще какие-то лекарства. Вот, но с онкобольных у нас совесть не позволяет, конечно, брать. Вот, да, из позитивного то, что мы получили эльтероксин, уже сегодня у нас, у нас даже не сегодня, у нас со вчера развозка эльтероксина, потому что люди сидели уже несколько дней без вот этих препаратов. Вот, это только благодаря вам, потому что закупили очень большую партию, и к нам едет инсулин. Вот. Да, все так же стреляют, в основном по ночам. Наши ребята, сыновья, ездят в горячие точки. Я вам дальше покажу. Ну, то есть мы, в принципе, закупаем, покажу лекарства. А горячие точки, это что? Это Салтовка, это район ХТЗ. Позавчера там была жуткая ночь, ну, не знаю, слышно, не слышно, бахи вот в той стороне, в той стороне прямо. Там у нас находится Павлово поле, Алексеевка. Все так же мы ездим к мужчине с обожженными ногами. Тоже покажу его, постараюсь сегодня. Видео не всегда у меня получается быстро монтировать и выкладывать день в день, потому что, ну, просто времени. Я бы никогда не подумала, вот завтра будет 4 недели с начала вот этих всех действий. Я бы никогда не подумала, что мы соберемся, у нас будет такое вот волонтерское движение, семейный подряд, и мы будем оказывать помощь стольким людям. Все начиналось там одна-две точки, да, 7-8, мы этим гордились. Вы не поверите, вот вчера у нас было 37 человек, кому мы развезли еду и лекарства. Сегодня у нас пока что, пока что к полудню 42 человека. А если нам в течение дня приходят и просят о помощи, мы же не отказываем, мы же едем. Поэтому вот такие вот у нас дела. Смотрите, какая красота. Где? Вот следы уточки. Наши красивые уточки и наш красивый Благовещенский собор. В общем-то, жизнь идет своим чередом. Это я вам быстро записать, потому что вышла с вот этим парнишкой погулять. Вот, правда, не хватает сил, времени. Бой, фу. Не надо, не надо рычать ни на кого. Сейчас пойдем. Вот, будьте здоровы, берегите себя еще раз, низкий поклон вам. И большое спасибо за вашу помощь. Боже, вставлю 5 копеек. Смотрите, какая красота. Вот эта красота последние дни появилась, и она как-то прошла мимо меня. Вот, еще чуть-чуть потеплеется, идет снег. Я вам покажу крокусы в центре города. Прогуляюсь, как будет по свободнее время появиться по центру и покажу вам у нас крокусы. Их высаживали, высаживали, и они уже просто заполонили некоторые места в нашем городе. Вот, еще раз будьте здоровы, берегите себя, и спасибо вам за вашу поддержку и помощь. Резко ускоряемся, потому что воздушная тревога, и уже начались обстрелы. Пойдем, пойдем, малыш, скорей, 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 бель. Бежим, 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 бежим домой, бежим домой. Район центрального рынка. Вот, это мы думали сначала мародеры, а оказывается, что сюда что-то прилетело. Что-то просто прилетело. Центральный рынок тоже прилетало. ужас боже как не жалко как не что мы один пакет накладывали на две квартиры лекарства боже мой боже мой цветочки как я люблю цикламены них так жалко я мою вот и все такие зайки такие зайки такие зайки только гиацинт еще пытаются выжить и вот еще был прилет непонятно чего но посекло все